Детство Датико Цихилашвили Прошло в городе Нукус, столице Каракалпакской АССР на северо-западе Узбекистана Эта местность была родиной его матери, узбечки по национальности Отец будущего вора был грузином, среди его предков были даже князья Грузином считал себя и сам Дата Дань роду матери, которую законник очень любил, он отдал своей криминальной кличкой, которую он обзавелся уже на первой ходке Дата Ташкентский В столицу Узбекистана семья Датико перебралась в поисках лучшей доли, и оттуда же он отправился за решетку У 16-летнего преступника доля оказалась воровской Он был задержан за хищение государственной собственности Суд учел возраст даты и то, что на совести подростка это было первое преступление, и вынес вердикт Три года лишения свободы с отбыванием в колонии для несовершеннолетних Оказавшись на малолетке, Цихилашвили в полной мере проявил свой неуступчивый бунтарский по отношению к властям характер Вступая в нескончаемые стычки с тюремщиками За это он получил еще один год к своему сроку, но уже во взрослой колонии в узбекском городе Заравшан, куда его перевели в 18 лет На свободу дата должен был выйти в канун нового 1971 года, но к праздничному семейному столу добраться не успевал, а потому отправил матери свое фото с подписью дорогой мамочки в новогодний день 1971 года Пусть этот год принесет нам радость встречи Твой сын Датика, правда, пробыл на воле молодой дата недолго, меньше года спустя он вновь загремел на зону, на этот раз умышленное нанесение тяжких телесных повреждений Ему назначили 6 лет лишения свободы, но позже суд заменил их тремя годами, и в 1975 году дата вышла на свободу Причина для сокращения срока, очевидно, была уважительной Согласно воровскому кодексу вор не должен освобождаться по УДА, ему следует полностью отбыть срок от звонка до звонка, так как спустя несколько месяцев после освобождения авторитета короновали в Ташкенте 5 именитых воров в законе, в том числе и Александр Слюсаренко, Дубина Тогда же дата задумал покорение Москвы, для этого он использовал очередную воровскую сходку, назначенную в столице Прибыл законник туда не с пустыми руками, привез килограмм золота в воровской общак, и за щедрость был принят в московскую семью Пробыв в Белокаменной несколько месяцев, он отправился в Ташкент, где в 1976 году был осужден на 13 лет за изнасилование и вновь отправился скитаться по зонам Главный процесс В историю воровского мира дата Ташкентский вошел как его главный третейский судья Достичь высокого положения он сумел за счет взвешенных и всегда правильных решений в самых острых и неоднозначных вопросах При этом законник никогда не лицемерил, а напротив, старался быть прямолинейным, говоря людям в глаза все, что о них думает В конце 1984 года дата оказался в Тобольской тюрьме, где ему пришлось разбираться в, пожалуй, самой сложной и спорной истории Конфликте вокруг коронации дальневосточного авторитета Евгения Васина, Джем Спустя годы тот возглавил организованное преступное сообщество общак, одно из крупнейших в истории России Конфликт между Васином и миром законников обострился в конце 1984 года, в момент, когда Джем оказался в Тобольской тюрьме Авторитетных арестантов не на шутку возмутили некоторые детали биографии Джема Особенно тот факт, что он самовольно объявил себя вором в законе О чем Васин думал в момент принятия такого решения? Непонятно, ведь согласно Воровскому кодексу, за такой проступок полагалась смертная казнь Судя по всему, Джем очень хотел примкнуть к законникам, а найти на Дальнем Востоке тех, кто был бы готов его короновать, не мог Это, впрочем, объяснялось просто, Джем в одну из своих ходок В 1976-1979 годах, занимался изготовлением колючей проволоки, а любая работа в воровском мире считалась категорически неприемлемой Более того, Васин после этого трудился еще и слесарем без конвойникам, а это означало, что у него были хорошие отношения с тюремным руководством Да и вором он не был, за всю жизнь ничего так и не украл, попадая в колонии за хулиганку Ну, а вишенкой на торте стало создание Джемом Союза истинных арестантов, который он сам же и возглавил Целью Сия стало развенчание культа воровской романтики За это Васин в свое время был жестоко биться комерниками, которых на оппозиционера натравили возмущенные законники И после всего этого Джем посмел сам себя провозгласить вором в законе В итоге семеро действующих законников, находящихся в Тобольской тюрьме, среди которых был и Дата, предъявили Васину серьезную претензию, ответить на которую по делу тот не смог Судьба самозванца Тучи над Джемом продолжали сгущаться до тех пор, пока Дата не решил пристальнее приглядеться к диссиденту Имея от природы очень рассудительную натуру, воровской судья стал узнавать, что думает о Васине его бывшиеся комерники На удивление, в своем большинстве отзывы о самопровозглашенном законнике были положительными Сидельцы отмечали, что Джем обладает очень хватким характером О том, стоит ли признавать Васина вором, Дата поинтересовался и у хабаровского авторитета по кличке Пудель Почему бы и нет? Джем, несмотря на ряд серьезных упущений, обладает многими необходимыми для этого качествами Был ответ После долгих раздумий Дата решил вступиться за Джема Этому решению помимо прочего способствовала сложившаяся в криминальной среде обстановка Среди воров славянского происхождения начался ропот из-за засилья кавказских законников А потому санкции в отношении Васина, пусть даже и заслуженные, могли существенно обострить ситуацию И даже привести к войне между кавказскими и славянскими воровскими кланами Свои доводы Дата озвучил другим ворам из Тобольской тюрьмы Николая Зыкову, Каляя Кутенок, Ивахтангу на Дарьяшвиле, Кикине И нашел у них поддержку Так с благословения Дата Васин вместо смертного приговора получил воровской подход И 2 октября 1985 года уже официально вступил в ряды законников После долгожданного посвящения Джем, Дата, Пудель и Кутенок жили в одной камере и, пользуясь своими связями, успешно наладили поставку со свободой наркотиков, превратив свое наказание в каникулы строгого режима Прознав про это тюремное руководство не поскупилось на наказание, все четверо отправились в карцеры, после чего были разведены по разным камерам Любопытно, что много позже Джем умудрился поссориться с Дата, которому был обязан всем На сходке в Комсомольске на Амуре Васин крайне нелицеприятно высказался о грузинских законниках, чем навлек на себя гнев воровского судей Итогом словесной перепалки стала ссора, Дата спешно покинул город и отправился в столицу Правда, постыев, он сам устроил встречу с оппонентом, которая закончилась их примирением Сибирский переплет Судьба раз за разом сводила Дата с самыми яркими представителями преступного мира страны Однажды ему довелось спасать доброе имя знаменитого вора, будущего патриарха воровского мира Аслана Усаяна, дед Хасан У того из-за его бурной деятельности разгорелся конфликт с некоторыми законниками, которые постоянно пытались развенчать оппонента В 1986 году Хасан встретился с Дата в Тобольской тюрьме Последний не побоялся выступить против влиятельных врагов Усаяна и признал того вором Судейский авторитет Дата к этому времени уже был настолько высок, что с ним никто не решился спорить Хасан высоко оценил поступок Дата и даже считал его братом На память об их дружбе Усаян отправил товарищу свое фото с подписью на память брату Дата Ташкентскому от Хасана 1990 год Особенно суровым временем для воровского судей стало его пребывание в тюрьме города Тулун Иркутской области Куда Дата была этапирована с Тобольской колонией в 1987 году К этому времени руководство Тулунской тюрьмы СТ-2 уже задалось с целью устроить там некий аналог зоны Белый Лебедь Где ломали даже самых стойких криминальных авторитетов Под строптивых сидельцев в СТ-2 был полностью выделен четвертый этаж Помимо стандартного комплекса мероприятий, связанных с усилением режима Минимум еды, света и встреч с родственниками Тулунские тюремщики практиковали изощренный аттракцион Коридор заполнялся бойцами с резиновыми дубинками на готове И через этот строй пускался арестант Которого подгонял специально выделенный для этих целей пастух Били куда придется Порой окровавленный зек не добегал до конца коридора, падая без сил Некоторые после одной такой пытки сразу отрекались от своей преступной жизни Но на даты никакие меры не действовали Он продолжался под ругательствами в адрес тюремщиков и подчиняться им не планировал В конце концов от законника отстали Еще одним столь жестоким арестантом оказался знаменитый Вячеслав Иваньков Япончик, с которым дата сдружился во время пребывания на штрафном этаже Тулунские мотарства вора закончились в 1988 году, когда он был переведен в Тюмень Оттуда, в Вильнюс Рефери от криминала На свободу дата вышел в 1991 году Достигнув в воровском мире беспрекословного авторитета Главный судья криминальной России не боялся никого и ничего К примеру, предпочитающий аскетизм в одежде законник не побоялся прилюдно высмеять за вычурность вкусов видного вора Ромаза Дзниладзе Ромаз Кутаиский Это случилось в феврале 1993 года, когда только что освободившийся Ромаз созвал всю воровскую братью в столичный ресторан центрального дома туриста отметить радостное событие В зале уже собрались несколько именитых законников Дата, Валерий Глугач, Глобус, Александр Захаров, Шурик Захар, и Андрей Исаев Роспись, когда в помещение вошел сам виновник торжества, на котором красовалась шикарная норковая шуба Первым из присутствующих не выдержал Дата, рассмеившись, он вогнал Ромаза в краску своим заявлением, мол, такие наряды только женщинам к лицу Больше Дзниладзе в этой обновке никто не видел Впрочем, и с другими ворами отношения у Дата отнюдь не всегда складывались гладко, конфликты случались, но Рассудительный и отхочевый законник обычно сам же и гасил их В воровском мире было всего два человека, с которыми он не смог найти общий язык Ториэла Няна, Таро, и известный своим непростым характером Юрий Тевринчиди, Юра Грек Ходили слухи, что Дата лично раскороновала Юру Грека, после чего тот сгинул в одном из воровских конфликтов В лихие 90-е воровской судья постоянно мотался по всей стране, решая криминальные споры от Москвы до нефти Юганска При этом самым любимым регионом Южанина была, как ни странно, холодная Сибирь Вот и в январе 1998 года Дата вызвали в Екатеринбург для разрешения конфликта между местными и столичными группировками Возникшего на фоне борьбы за контроль над предприятиями по добыче драгоценных камней По случайу своего приезда, а также того, что буквально на днях у него был день рождения Дата закатил шикарное застолье в местном ресторане Гурман Но не успели его участники приступить к обсуждению насущных вопросов Как в ресторан нагрянули стражи порядка, которые задержали всех собравшихся авторитетов Как только все задержанные, у которых, на их счастье, не оказалось при себе никакой запрещенки, вышли на свободу Они тайно собрались снова и все-таки уладили конфликт К этому времени Дата считался не только главным судьей, но и самым авторитетным законником Грузии Дамский угодник Женщины были настоящей страстью Дата По некоторым данным, он, подобно султану из знаменитой песни В какой-то момент обзавелся аж тремя женами Две из которых, правда, значились как неофициальные А главной спутницей жизни Дата была его супруга Лидия, Лиданя Которая поддерживала мужа на всех этапах его криминальной жизни И не только морально, когда тот отправлялся за колючую проволоку Жена полностью брала на себя ведение его дел При этом Лидия даже умудрялась умножать его благосостояние Хотя сам Дата деньги не особо ценил и слыл бессребренником Оседлого зажиточного существования он не признавал Предпочитая, согласно воровскому кодексу, вести кочевой образ жизни С железной супругой Дата считалось все окружение законника Даже та его часть, которая женщин за людей не держала Одного не могла простить супругу Лидия, его связи на стороне В своих мемуарах вор в законе Леонид Семиколенов вспоминает Как ему в 1992 году довелось гостить у япончика в его шестикомнатной квартире В доме на Котельнической набережной Там же в это время обитал еще один законник Дата с Лидией водитель воровского судей со своей спутницей жизни модельной внешности Дама постоянно одевалась в элитные вещи и носила дорогие украшения Чем вызывала у обитателей квартиры неподдельный интерес Неужели водитель Дата получает такие деньги, что ему хватает на такие расходы? Правда вскрылась неожиданно Когда на глазах у изумленных воров Лидия отходила своего благоверного чугунной сковородкой Оказалось, что Дата успел закрутить с девушкой роман и дарил ей драгоценности Завидев, что за семейной сценой наблюдают его коллеги Дата попытался было возмутиться Ты кого ударила? Ты на вора руку подняла? Впрочем, его жена из-за этого лишь еще больше разъярилась Решив больше не смущать Дата, законники разошлись по комнатам А супруги помирились после того, как любовница из квартиры Япончука исчезла Смертельное зелье Единственным, что Дата ценил больше красивых женщин, были наркотики Именно пристрастие к ним со временем изгубило авторитета По одним данным, вредной привычкой законник обзавелся еще во время своего первого срока Согласно другим источникам, страсть копия появилась у Дата лишь к концу 80-х И возникла благодаря знакомству с вором Вячеславом Крыловым Славка Крыл, с которым Дата отбывал срок в одной камере в Тулунской тюрьме Впрочем, законник Александр Егоров, кошелек, которого короновал воровской судья Говорил, что до поры до времени Дата не был связан с наркотиками По словам Кошелька, до 1987 года единственной вредной привычкой Дата был чефирь Его вор делал из маленьких чайных шариков, которые ему передавали родственники Но как только в его жизни появились наркотики, законник стремительно покатился по наклонной вниз Любовью Дата к зелью пользовались и стражи порядка, которые обычно не знали, с какой стороны в плане правонарушений Подступиться к ворам, те даже оружие с собой, как правило, не носили Зато по части Дата оперативники были спокойны, его при желании всегда можно задержать с дурью на кармане Как обычно и случалось Особенно скандальным оказался арест законника в 1994 году, по другим данным, в 1995, когда его повязали в гостинице «Москва» вместе со спутницей, 19-летней бывшей гимнасткой В личных вещах парочки оперативники обнаружили 11 граммов опи и 50 граммов марихуаны Вор сразу же заявил, все наркотики принадлежат ему, и даже те, что лежат в женской косметичке После этого девушку отпустили, а дамский угодник отправился прямиком в бутырку В первый же день на помощь Дата в СИЗО примчался адвокат, после встречи с которым тюремщики обнаружили своего узника в состоянии наркотического опьянения На следующую встречу стражи порядка оснастили камеру устройствами видеозаписи А чуть позже в прямом эфире наблюдали занятную картину Правозащитник достал из своего кейса бутылку Рома, который Дата сразу же начал хлебать из горла И маленький кесет, позже в нем обнаружили наркотики Всю запрещенку тут же изъяли, адвоката задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, которое закончилось ничем При странном стечении обстоятельств были утрачены все улики против юриста И, несмотря на то, что суд назначил ославившемуся адвокату реальный срок, 4 года лишения свободы Тот сумел оспорить это решение, не зря ведь до начала своей юридической карьеры много лет трудился в органах и досконально изучил эту кухню изнутри В итоге все обвинения с адвоката были сняты Недолго пробыл в заключении и сам Дата Он вышел на свободу после двухлетнего срока с обязательством пройти курс лечения от наркозависимости Но обращаться к наркологам законник даже и не думал Это был последний срок знаменитого воровского судей После отсидки он продолжил заниматься привычным делом Мирил в враждующие стороны, смягчал конфликты и, конечно, судил провинившихся воров В последний раз в руки правоохранительных органов Дата угодил в апреле 2000 года в Сочи При нем опять обнаружили наркотики, но в малой дозе, поэтому задерживать не стали Да и не пережил бы вор нового заключения Из-за своего пагубного увлечения он сильно сдал и получил многочисленные проблемы со здоровьем Например, в 1998 году, во время пребывания в Екатеринбурге, вор пережил микроинфаркт Летом 2000 года друзья привезли полуживого Дата в Красногорскую больницу Законник находился в плачевном состоянии, у него даже начало лопаться кожа на теле Усилия врачей оказались тщетны, и 9 октября 2000 года Дата Ташкентский умер от остановки сердца Последнее пристанище главный вор Грузии нашел на Вакийском кладбище в Тбилиси В день его похорон собравшиеся у гроба вспоминали, что Дата в своих суждениях всегда старался находить хороший в любом обвиняемом и избегать вынесения смертных приговоров Таким он и остался в коллективной памяти криминального мира Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...